Всем привет! Продолжаем путешествие по моему городу. Гороховая 69. Самые ранние сведения об участке относятся к 1782 году. Владелица Вралова продала свой уже каменный дом придворному комиссару Морозову. Дом был двухэтажный с десятью покоями. В 1804 году им владела жена придворного комиссара Морозова Авдотья Петровна. По табелю 1822 года владел домом коллегский советник Булкин. Вероятно, это Александр Иванович Булкин, который умер в 1829 году и похоронен рядом со своим братом Семеном Ивановичем на Охте, на Георгиевском кладбище. Я зачитываю ту информацию, которую мне удалось найти в интернете, а также ссылки на книгу Гороховая улица Ларисы Бройтман. В 1837 году в этом доме жил капитан Александр Гаврилович Бибиков, один из сыновей генерал-майора Гаврилы Ильича Бибикова. По семейному преданию дворянский род Бибиковых происходил от родственника хана Синеорды, перешедшего на службу тверскому князю Михаилу Ярославовичу в начале 14 века. Его правнук получил прозвание Бибик, от которого и произошла фамилия рода. Глава многочисленного семейства Гаврилович Бабиков, по некоторым сведениям, погиб в 1812 году. У него и его жены было шесть сыновей и шесть дочерей. Старшие сыновья участвовали в Отечественной войне 12-го года. Наиболее известны Дмитрий и Илья Бибикова. Дмитрий Гаврилович в сражении под Бородино потерял руку. Впоследствии состоял на государственной службе министром внутренних дел, член Государственного совета. Илья Гаврилович служил в гвардейской артиллерии. В 1831 году в Польше занимал пост губернатора Западной губернии. В 1840 году наследники титулярного советника Ивана Ивановича, имеющие фамилию Бувник, продали дом вельманстранскому купцу Петру Садкову. Затем дом принадлежал сыну Садкова, купцу Второй гильдии Ивана Петровича Садкова. Братья Ивана Алексея Садкова имели лавки с железными изделиями в гостином дворе. В 1850 по 1860 годы в первом этаже с кухней и чердаком занимал для жилья и красильный мастерской мастер-христиан Попе. 28 декабря 1867 года дом купил другой купец Второй гильдии Федор Петрович Черемхин, владивший им 12 лет. Ему принадлежала бумажная лавка в гостином дворе. Затем следующий владелец купец Второй гильдии Степан Филиппович Сапов. В 1890 годах в доме были булочная, квасная лавка, водопроводная мастерская. Жили в доме мещане и ремесленники. Жил здесь и один из младших чинов полиции, обязанность которого было следить за порядком определенной части города по старому в околодке, околодочный Иван Алексеевич Хвостников. По-прежнему в доме находилась булочная с пекарней вдовы кондитера Залуцкой. Кроме того размещался мануфактурный магазин Бочковой и молочная не лавка, как написано, а ферма крестьянки Шитилевой. В 1910 году в доме жил крупный чиновник Святого Синода Николая Васильевича Соловьев. Его жена Елизавета Петровна была одной из самых ярких поклонниц Распутина, который не только часто посещал Соловьевых, но и жил в их квартире. Летом 15-го года Распутин ездил на родину, в Тобольскую губернию. 31 июля он вернулся в Петроград, на вокзале его встретил Соловьев. Они сели на извозчика и приехали к Соловьеву. Пробыв у него около двух недель, он уехал обратно в Покровск. И дружеские отношения стали еще более близкими, когда сын Соловьевых, гвардейский офицер Борис, женился на дочери Распутина Марии, или Матривани, как ее звали, в семье. После событий октября 17-го года Соловьевы эмигрировали. По рассказам близких, Матрена владела унаследованным от Распутина гипнотическим даром, но использовать его и просто упоминать свое происхождение она не решалась, так как в среде эмиграции это вызывало негодование. Какое-то время она работала в цирке, даже была укротительницей хищников. В настоящее время во Франции живут потомки Матрены Распутины, Соловьевой, два внука и внучка. Ну вот так вкратце о Гороховой улице, дом 69. Сведения из интернета и по книге Ларисы Бройдман Гороховая улица. Пока-пока, до свидания.